согласно современным представлениям слово математика произошло от древнегреческого слова матема что означает изучение знания наука это слово в свою очередь происходит от протеин до европейского корня мент учиться и все же во всей этой истории есть кое-что странное практически в любом языке мира вы можете найти свидетельство о пальцевом счете например славянское 5 произошло от славянского слова пасть а у египтян 5 и рука обозначались одним словом но вот представьте себе как показывает один из выдающихся исследователей истории математики карл менингер именно у греков не сохранилось никаких свидетельств о пальцевом счете поскольку известно что структура математики покоится на концепции числа а сама концепция была создана благодаря счету на пальцах ученых в том числе карла менингера не может не удивлять отсутствие свидетельств о пальцевом счете у тех кто как принято считать являются основоположниками математики и ведь согласитесь странно что те же греки оказались куда более требовательны в своем стремлении как можно точнее передать смысл терминов грамматика философия или геометрия почему же именно в синтагме термина математика нет ясных определителей как это мы имеем во всех остальных случаях но это не единственная странность относящийся к древнегреческой математике автор труда пифагоровой жизни ямблих свидетельствует что когда пифагор прибыл в грецию там мало кто имел представление о такой науке как математика никто не пришел к нему и не проявил стремление к наукам которые он всячески пытался насадить среди эллинов австроамериканский математик и историк науки отто ниги бауэр пишет мне кажется очевидным что традиционные рассказы об открытиях сделанных фалесом или пифагором следует отбросить как совершенно не исторические сегодня мы знаем что все те математические сведения открытия которых приписывали ранним греческим философом были на самом деле известны за много столетий до них я не сомневаюсь в том что всякая связь с именем пифагора является чистой легендой и не имеет никакой исторической ценности единственный серьезный вопрос состоит в том каким именно путем это учение нашло дорогу в грецию здесь мы можем только строить догадки но мне кажется не требуется слишком много воображения чтобы представить себе распространение математических знаний с ближнего востока в грецию в период близкий к кануну македонского наступления на персидскую империю так могло ли случиться так что термин математика прибыл в грецию оттуда же откуда и сама математическая наука может ли быть что именно в этом решении терминологического казуса знакомьтесь аккадский бог науки пера и числа набу сейчас вы можете посетить библиотеку взять в руки солидную энциклопедию и прочесть о боге набу например следующее аккадская набу имеет значение говорящий уполномоченный и происходит от семитского корня неб которая родственна сирийскому на вия арабскому набий и еврейскому нави все эти слова назначают пророк этого возможно вполне достаточно но если вы стремитесь докопаться до истинного смысла древнейших текстов то вам следовало бы расстаться со своими энциклопедическими знаниями и взглянуть на предмет исследования совершенно иной точки зрения проблема современной исторической науки в том что ученые никак не могут освободиться от стереотипов диктующих им что жрецы политизма представляли из себя ровно то что представляют из себя современные религиозные священнослужители меж тем как для жреца приобщенность к божественному определялась уровнем приобщенности к науке проще говоря посредниками между богами и простыми смертными могли быть лишь те кому от рождения были дарованы способности к познанию и совершенно определенные таланты ибо именно это называлось меткой богов поэтому политистическая система верований это не форма эксплуатации человеческих суеверий и пороков а система взаимоотношений гениев и посредственностей утонченного разума и грубой силы непонимание этого приводит к тому что в самой обычной кормушке для птиц ученые видят предмет древнего религиозного церемониала а в имени бога набу не подозревают использование такого языкового инструмента как полиндром полиндром переверти это разновидность анаграммы когда буквы переставляются строго в обратном порядке и что же это означает акадская убан убану означает палец и именно это слово лежит в основе имени бога набу именно в этом причина того что центром композиции статуи бога набу являются его пальцы и это мы видим повсеместно там где бог набу там пальцы на сирийской печати 7 века до нашей эры мы видим человека пришедшего на экзамен к богу мордуку за спиной человека стоит бог набу и это означает что за спиной человека математические знания все трое жестикулируют пальцами на некоторых статуях бог набу совершенно отчетливо представлен шестипалом и тут не может быть каких-либо сомнений в том что это ссылка на 60-ти речную систему счисления которую тысячелетиями практиковали на древнем востоке супругой бога набу являлась богиня имя которой дешифровщики прочли в форме ташметум для определения значения этого имени ученые подключили логику поскольку ранее они определили значение имени на бу как пророк или пророчествующий то посчитали возможным вывести из этого что имя супруги пророчествующего бога означает слушающие внимающие но мы уже выяснили что их определение имени бога набу ошибочно ошибочно и определение значения имени богиня обратите внимание в каком контексте упоминает эту богиню академик вячеслав всеволодович иванов основной ситуацией того времени был билингвизм поэтому исключительный интерес представляют сохранившиеся двуязычные тексты малазиатские хатскохетские билингвы очень важны и для предыстории армянской культуры в них широко представлена хатская богиня ташемети которая в старосирийской каппадокийской табличке из ашура датируемый рубежом третьего и второго тысячелетия до нашей эры связывается с хая этнонимом и аномастическим элементом который соответствует с одной стороны древнему названию и самоназванию армян и протоармян а с другой стороны аномастическому элементу хая засвидетельствованному вместе с названиями местностей областей или городов акции и армии божество тасмет или ташметум известно и в ряде других малазиатских текстов из старосирийских колоний того же времени академик иванов совершенно уместно указывает на неопределенность при прочтении имени богини но владеющие армянским языком как я полагаю уже определили верное произношение этого имени оно состоит из двух частей таз что означает 10 и мат значение которого палец в итоге имя произносится как тасмат и значит она 10 пальцев все остальные прочтения это искажение и что мы имеем в итоге пара богов бог набу имя которого производно от акадского баню палец и его супруга тасмат имя которой с армянского переводится как 10 пальцев очевидно найдутся критики утверждающие что подобного рода билингвы некорректны и вполне вероятно что все это случайность однако подобные билингвы распространены по всему древнему востоку для того чтобы это доказать достаточно рассмотреть имя хури тахетского божества тишуп его называют богом ветра грома и молнии дождя и града но ученые не могут понять во первых значение имени тишуп этимология его имени неясна хотя считается что с лингвистической точки зрения его можно классифицировать как хурицкая во вторых почему иногда для обозначения этого бога используют клинописный знак значение 10 текстах из одного и того же города написанных стандартной слоговой клинописью встречается несколько вариантов но для нас с вами это неудивительно мы знаем что имя этого бога образовано от армянского таз 10 и акадского бану палец таким образом очевидно что хурицкий бог ти шут или как правильно та суп тождественен ассирийской богини ташмет или как правильно тос мат часто исследователи пытались отождествить богиню боссмат ташмет с шумерскими богинями и нанной или нанай и это ошибочно тОсман тождестве на шумерской богини матери по имени нам ну мы не можем не видеть возникающую при этом отождествления гармонию в паре набу и нам ну что было важно так это то, что наму на шумерском означает «группа из десяти». Итак, мы можем продолжать до бесконечности. Как видите, везде пальцы, везде математика и значимое присутствие армянского языка. Так давайте подытожим с точки зрения носителя армянского языка. Перед нами пара – бог Набу и богиня Тасмат. Мы определили, что именно Бу производная от Акадского бану, что означает «палец». А палец по-армянски – мат. Поэтому по-армянски вместе с союзом «у» слово-сочетание произносится как «мат-утасмат». Однако выясняется, что образовалась тавтология. Союз «у» присутствует почти во всех языках Древнего Востока, в том числе армянском, шумерском, угорицком, урарском, аккадском и так далее. И везде этот союз обозначался одним и тем же клинописным знаком, который в то же время имел значение «10». Таким образом, чтобы обозначить союз этой божественной парочки, достаточно написать «мат-у-мат». Но и более того, «тасмат» обозначает не только 10 пальцев, но и десятый палец – мизинец. Самый маленький палец, а потому с армянским уменьшительно-ласкательным суффиксом, слово звучит как «матик». Мат-у-матик. Математик. Это и есть термин математика, пришедший в Грецию вместе с самой математической наукой. Это и есть таинственные дактили древнейших греческих мифов, прибывшие из неизвестных далей, которым древние греки по всей Элладе возводили жертвенники. Разумеется, это никак не умаляет достоинств древних греков, положивших начало великой европейской цивилизации. Страбон, конечно, писал «Офиняне проявляли постоянную склонность к иноземным заимствованиям как вообще, так и в отношении культа чужеземных богов». Тем не менее, еще за три столетия до Страбона, философ Платон ответил на подобного рода обвинения. Чтобы эллины не перенимали у иноземцев, они всегда доводили это до более высокого совершенства. Как бы то ни было, но пифагорейцы привезли в Грецию древнейшую глобальную систему взглядов Востока. Они привезли религию, согласно которой единственным честным, справедливым и достойным методом постижения Бога, единственной верной тропой к нему является наука. Вот почему они молились числом. Вот почему число один они связывали с началом и единством, а число десять с завершенностью и совершенством. Вот почему богиня Тасмат преобразовалась в Тетрактис. Вот почему пифагорейцы пели ей молитву «Благослови нас, божественное число, породившее богов и людей». А святая, святая Тетрактис, ты, содержащая корень и источник вечно текущего творения. Ибо божественное число начинается с глубокого, чистого единства, пока не дойдет до святой четверки. Затем оно рождает мать всего, всеобъемлющую, всеограничивающую, перворожденную, никогда не издевающуюся, неутомимую святую десятку, хранителя всех ключей. Не лишне напомнить, что в представленной игре языков и слов нет ничего необычного. Это именно то, что в последующем греки назовут термином Шумерский солярный бог Утту, которого акации называли Шамаш. Очевидно, и шумеры, и акации считали важным, чтобы имя этого бога представляло из себя абсолютный палиндром. Почему? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok